Бокер Тов, доброе утро дорогие друзья! Мы начинаем наш четвертый урок в понедельник главе Торы Мецара Мы вчера говорили о человеке истекающем слизью Теперь продолжим Есть законы, если человек сбросил семя непроизвольно ночью произошло всем такое то написано, что он должен омыться в воде омыться в микве и будет чистый, может заходить уже в стан в храм Теперь законы о женщине Если кровотечение у женщины обычное длится больше чем положено длится больше дней то это считается кровотечение нечистое и когда оно закончится женщина отсчитывает определенные дни семь дней после последних кровей и она должна принести двух птиц двух молодых домашних голубей или двух горлец диких голубей После этого она очистится в микве и будет чистой Вот, можно спать уже сможем Такой закон Что такое миква? Это называется бассейн с проточной водой Строится два бассейна один больше, один меньший В одном из них дождевая вода или лед растаявший, или снег растаявший он может туда поместить и когда человек опускается в эту микву то вода из одного бассейна перетекает в другую получается проточная В общем, это не такое простое сооружение как я говорю это сложная вещь и прежде чем, как строить микву надо советоваться со специалистом это не простое сооружение Но после этого, всевышний говорит человек становится чистым не только для женщины и для мужчин она работает как минимум человек должен перед ним кипором сходить в микву как минимум миквой может служить и река, и океан, и море и какой-то пруд с проточной водой то есть, вот так где есть родники, которые с под земли бьют это надо все советоваться с раввином так нельзя определить вот, какой пруд годится какой не годится в реке, в какой можно опуститься в какой нет и в общем, все это надо советоваться с раввином болото, естественно, не подходит там нет проточной воды вот, и трактат Эрувим пишет что это 40 батов или 40 пишется, что это 302 литра но другие источники пишут в комментариях к Мишне миквоот пишется, что это 600 литров и если меньше, уже не считается что это микво но если мы считаем дальше что строят микво и пишется, что минимальный объем микво 726 литров вот, я читал такой комментарий к этому вот, меньше нельзя потому что рисковать на грани 600 или там будет 599 литров что, допустим, упадет и это не засчитается от микво это очень серьезные законы поэтому надо их очень серьезно воспринимать без нее нельзя если строится еврейская община то первым городе должна быть микво потом кладбище потом синагога то есть, настолько это важный закон на сегодня наш урок заканчивается урок был дал всем всего самого лучшего пусть закончится скоро эта война подписывайтесь на мой канал ставьте лайки всем всего самого наилучшего до следующих встреч in y y Продолжение следует...